Как выглядит моя работа? Я приезжаю вот в такие помещения, которые еще на стадии ремонта. У нас на часах сейчас 6.11. Дождик, прохладно. Я побежал полтора километра пока. Сейчас, наверное, самая неприятная часть дня – это телефонные звонки. Надо со всеми созваниваться, договариваться. Вы меня спрашиваете, чем я занимаюсь на своей основной работе? Отвечаю – занимаюсь съемкой видео для компании. Это могут быть рекламные ролики, это могут быть внутренние офисные ролики, там, где объясняется, что нужно делать, и еще ведение другого YouTube-канала. Вот это вся моя основная задача. А бывают еще вот такие моменты, когда вон там впереди едет на Volvo Aся, ей надо поменять масло в машине. И она говорит – поехали со мной, отвезешь меня обратно. И ты такой – ну ладно. Я все еще не перестаю удивляться архитектуре. Блин, как красиво. Небольшие хорошие новости. Мои документы с переводом готовы, и скоро будет происходить самая долгожданная ситуация в Польше. Подача на карту побытна. А сейчас еду по рабочим вопросам. Я приезжаю вот в такие помещения, которые еще на стадии ремонта. И нужно отснять процесс, что было заменено, где были изменения. Вот этой, например, стенки не было, того не было. Пол был уродский. Поэтому вот моя задача – это все записывать на видео. Сегодня я хотел затронуть такую тему, как лень. Мне часто лень, но я знаю, как с этим бороться. Я всегда говорил о том, что мне лень делать то, что мне не интересно. Но есть одно «но». Вообще в жизни есть три фактора, которые заставляют меня что-то делать. Первое – это мне интересно. Второе – финансовая часть. И третье – это последствия, если в итоге этого не сделать. Вы замечали за собой такую штуку? Если вам интересно, вы в любом случае найдете время и пойдете, сделаете. Наплевав на все моменты, вы просто пойдете и сделаете. Правильно? Вы что-то подвинете, но вы пойдете и сделаете. Финансовая часть – это тот момент, когда ты понимаешь, что это очень выгодное предложение, поэтому отказываться просто нелогично. Поэтому ты берешь и делаешь. И третий момент – это последствия. Это тот момент, когда ты, если не сделал, то будет намного хуже, чем бы, если бы ты сделал. Поэтому последствия, наверное, меня больше заталкивают в такой момент, что я не хочу, ленюсь, но делаю. Когда я ленюсь, вот прям жестко ленюсь и не хочу ничего делать, я начинаю работать с фактором страха. Ну, то есть я начинаю бояться того, что если я не буду ничего делать, ничего и не будет. Ничего и не получится. Я начал бегать. Если я перестану бегать или вставать по утрам в 5 утра, делать зарядку и бежать, я столько всего уже сделал, хотя это вроде маленький отрезок времени, но если я пропущу, значит, я сдался, значит, я не смог. И меня это пугает, потому что если я не смогу пробежать целый год, значит, я и в жизни не смогу что-то до конца довести. Вот это меня пугает. И если я разленюсь, то значит, все придет к тому, что у меня нихрена не получится. Вот меня подпитывает тот страх, что если я буду лениться, то я останусь где-то одиноким бомжом на улице. Вот примерно так. И никто мне не даст ни один доллар, ничего вроде типа такого. Накормить меня никто не сможет. И здоровье мое ухудшится. А хотелось бы завершить жизнь как-то так феерично, либо с фейерверком, либо сделать что-то полезное. Чтобы это имело смысл хотя бы для меня. Вот что я нашел в интернете, в Википедии. Лень, отсутствие или недостаток трудолюбия. Предпочтение свободного времяпровождения, а не трудовой деятельности. Традиционно расценивается как порог, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. Да. Дело в том, что мы как раз живем в капиталистическом обществе. То есть ты сделал работу, получил деньги, сделал что-то полезное, тебя оценили деньгами. И все здесь эквивалентно деньгам. И получается, что это как бы порог, потому что если ты ничего не дал миру, ты считаешься нахлебником. Но с другой стороны, так не хочется нифига делать. И есть еще такой момент, ученые подтвердили, что лень это отсутствие мотивации. Это вам миллион человек скажет, это лень, нет, это отсутствие мотивации. Но по факту есть еще другой момент, что отсутствие возможности сделать то, 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 что ты себе задумал, это тоже вызывает лень. Так что факторов лени очень много. Я вам только рассказал, как я борюсь с ней. Я думаю, что у вас, возможно, чуть-чуть другие примеры, но если у вас похожая ситуация, как у меня, то, возможно, вам подойдет то, что и подошло мне. Как-то так. Так, ну и 10 бесплатных минут начались. И еще вспомнил, что такое лень для меня. Лень это тот момент, когда ты ничего не хочешь делать, и вот уже отказался почти от всего. И потом вот ты находишь самый лучший момент, который тебя вдохновляет, ради которого ты херачишь, и она отступает. В моем случае это работает примерно так. А еще я пропустил свой поезд на Швитницу, поэтому двигаюсь домой на машине. Подписывайтесь на мой канал!